Музыка Сегодня в программе Израиль в мае Наши лета война Разговоры у праздничного мангала Украина глазами израильских художников Май в Израиле – это время праздников и памятных дат Вслед за Йомашуа, днем катастрофы героизма европейского еврейства Мы помянули павших израильтян, в войнах и в терактах Увы, менее чем за три недели – еще два теракта Четверо убитых и трое тяжело раненых 74-й день независимости Израиль отметил традиционными праздничными церемониями Пейерверками и пикниками Но было и кое-что новое Например, во время традиционного авиашоу Военные гражданские самолеты Впервые пролетели над Хевроном и Гушиционом Беудеи Раньше это зрелище могли наблюдать в основном жители центра страны Также впервые в авиапараде принял участие Знаменитый израильский беспилотник Айтан Еще одно весьма знаковое событие Впервые в истории еврейского государства Почетное право зажечь один из 12 факелов На церемонии Дня независимости на горе Герцля Было предоставлено негражданину Израиля От имени всех евреев Украины Факел зажгла Елизавета Шерстюк из города Сумы Когда открылся гуманитарный коридор Елизавета Шерстюк организовала операцию по вывозу из опасного района Около 150 человек Свою речь на государственной израильской церемонии Елизавета Шерстюк произнесла на украинском языке И это тоже было впервые Война в Украине нарушила еще одну традицию В городах Израиля впервые за много лет был отменен парад ветеранов Второй мировой войны 9 мая, день победы, который в Израиле празднуется на государственном уровне На сей раз отметили скромнее Поминальной церемонии у памятника погибшим воинам евреев На военном кладбище на горе Герцля Происходящее в Украине повлияло на порядок вещей не только на государственном уровне Эта беда, даже если не коснулась напрямую Обращает жизнь многих израильтян, в том числе и в праздники Пожалуй, не было в эти дни ни одного пикника или застолья Где русскоязычные израильтяне не обсуждали бы эту наболевшую тему Смотрите об этом наш следующий сюжет День независимости Израиля мы отметили в поселке Тко в Иудейских горах Теплом и творческом доме писателя Леонида Левензона и Сони Шапира Собрались друзья и люди совсем незнакомые И, конечно, очень разные Совсем свежие репатрианты из Киева и Москвы И старожилы из разных городов Израиля Выходцы из Украины, России и других мест бывшей Советской империи Это был замечательный пикник С шашлыками, вином, песнями И все же, и все же Съем от Смаут, очень веселый праздник Но в этом году он немножко омрачен По крайней мере для многих выходцев из Украины Да и из России тоже Наша ли это война? Ведь говорят, что у евреев своя судьба, своя жизнь Мы евреи, поэтому мы смеемся сквозь слезы И легкая улыбка, даже в самые трагические эпизоды нашей жизни Она генетическая Происходят страшные вещи Очень больные вещи И мы все это воспринимаем с болью Но есть место и какой-то улыбки, и какой-то иронии тоже Сегодня 74 года нашей стране Я уже больше половины жизни провел в Израиле Израиль это пример всему миру Как можно выстоять во враждебном окружении И добиться тех высоких целей Ради которых мы приехали здесь И мы созидаем эту страну То, что происходит в Украине Оно страшно Но украинский народ показал всему миру Что он, который включает украинцев, русских, евреев, армян, чеченцев, грузин Это великий народ Несмотря на какие-то сложности, которые были в наших отношениях между нашими народами Когда-то это все, это все растворилось Сейчас на наших глазах создается прекрасная украинская нация Она сформировалась окончательно И я очень горд тем, что мои корни тоже, в принципе, из Украины Правда, потом это пошло в Ташкент Родила себя уже в Ташкенте Но корни у меня тоже украинские Слава Украине! Слава Украине! Нет войне! Ну, сколько эта война наша, тоже, евреи, израильские А нам некуда деваться Дело в том, что наша война в любом случае По моему твердому, абсолютно твердому убеждению То, что сейчас происходит в России Это действительно торжество фашизма По-абсолюту А украины могло не быть Но то, что происходит внутри России, это фашизм И рано или поздно это фашизм будет иметь точку приложения Мы живем в таком регионе, что просто грешно не приложить руку И мы это должны совершенно понимать Те или иные ребята обязательно сюда сунуться И, скорее всего, это будет именно Россия С какими целями, что она поддержит, кого она поддержит, это уже не важно Она просто поддержит тех Кто с большей вероятностью разожжет пожар Это вот прямо у меня дома Вот только поэтому я считаю, что это в любом случае наша война А поскольку я львовянин по происхождению То для меня то, что происходит в Украине сейчас, это таргедия в любом случае Она касается людей, которых я знаю лично Судьба которых меня беспокоит И быть равнодушным к этой войне я не могу Нет войны! Нет войны! Нет войны! Это действительно нежелание видеть то, что происходит Или люди чувствуют себя все-таки больше россиянами, чем представителями Израиля и Западного мира Я не думаю, что это большое количество израильтян Я очень много в социальных сетях сижу И я практически не вижу, кроме каких-то отдельных Ну, какие-то были демонстрации Но я бы не стала говорить, что это какой-то значительный процент Я себя не считаю россиянкой ни в коей степени Я приехала на свою родину, я живу на своей родине И тот, так сказать, случай, что я родилась в России Только позволяет мне, как сказать, не удивляться тому, что сейчас происходит в Украине Потому что я выросла среди всех этих людей Я жила вообще в деревне российской, центральное Черноземье И вот этот уровень нежелания думать Бездумной зависти к богатым и ненависти к тому, кто не совсем такой, как ты Обозревая то, что происходит в России и в Украине Мы единственное, что можем сказать, слава Богу, что у нас была возможность уехать и жить здесь Сводки, которые мы слушаем с Украиной Конечно, мы верим всем этим сводкам, мы знаем, всю эту информацию получаем Но вот для человека, который приехал из России, это очень-очень тяжело стать вдруг никем Как бы мы не враги, потому что мы за Украину С другой стороны, мы приехали из России, мы говорим на русском языке Мы любим всю эту культуру, мы очень со всем этим связаны И когда говорят, русские сделали так, русские сделали это, русские убивают людей Ну, мы же нет Вы не совсем русские Ну, мы из России Я очень давно живу в Израиле, уже 25 лет И мои дети здесь выросли Мы живем в прекрасной, свободной стране И получаем всю информацию А мой папа по-прежнему остался в Москве И я каждую неделю с ним разговариваю Каждую неделю передаю им информацию, которой у них нет Он верит этой информации? Он верит моей информации Он читает в Телеграме то, что он может достать, но это ужасно Это просто страшно И как бы человек теряет свои ценности И самое ужасное, что вдруг даже его друзья, с которыми он много лет общается И даже вот мой сводный брат, например, вдруг говорит, что нет, это неправда Я живу в России, я пойду, я верю Путину И самые близкие люди, с которыми вот как бы осводилась жизнь Они вдруг становятся, все раскалывается, этого не хочется, это ужасно неприятно Антисемитизм и то, что украинцы делали во время Второй мировой войны Они были пособниками гитлеровцев и так далее Как вы полагаете, надо ли нам наказывать сейчас украинцев за то, что произошло много лет тому назад? Люди, которые страдают сегодня, они не имеют никакого отношения к тем, кто совершал погромы И те, кто были пособниками гитлера, не имеют никакого отношения к тем жертвам, к тем ужасам, которые происходят в Украине В какой-то степени подло брать весь наш негативный опыт, связанный с Украиной И обрушивать на людей, которые являются жертвами в чистом виде У государства, в окружении врагов очень много своих проблем Более того, есть опасность из-за ухудшения отношений с Россией, что может открыться Второй Северный фронт Вот такой ценой вы полагаете, все равно Израиль должен иметь четкую определенную позицию в этом конфликте? Ну, конечно, люди убивают, но не будет никаких оправданий, если мы эту позицию не пропишем достаточно четко И не будем помогать Украине, потому что все те опасения, которые связаны с поддержкой России в Сирии Они не являются каким-то практическим соображением, которое мы действительно можем трансформировать И сказать, да, действительно, если мы сегодня передадим беспилотники Украине Или, не знаю, шлемы, артиллерию или что-то подобное То завтра русские немедленно откроют войну Я полагаю, что у русских есть свои соображения Они могут открыть войну без того, чтобы мы что-то сделали И высказывания людей типа Лаврова и всех остальных Они показывают, что мы имеем дело с отмороженными орками И как именно они будут поступать в Сирии, предугадать невозможно И связывать эти две вещи, это непростительно на мой взгляд Должен ли Израиль в таком случае плюнуть на Москву, потому что все равно все будет плохо Помочь, реально помочь Украине? Мне бы очень этого хотелось, очень хотелось бы, чтобы так именно и было Но насколько это реально, дело в том, что наш весь мир построен на том В каком объеме мы держим эту информацию У меня есть подозрение, что мы действительно не обладаем всей информацией Потому что так подстроено общество, не потому что сидят где-то страшные заговорщики А не обладая всей информацией, нам очень легко решать проблему Вот здесь за столом, как мы сегодня празднуем На переговорах, особенно на переговорах, касающихся неполитических и экономических аспектов По-моему, нам было бы намного тяжелее, чем нашим руководителям Как бы я к ним плохо или хорошо не относился Прежде всего, Израиль вынужден блюсти свои интересы Израиль находится всегда в положении не очень уверенном, комфортном Враги вокруг И отношения с Россией это не для удовольствия, для радости Это историческая, жизненная, географическая, политическая необходимость И поэтому я думаю, что я как раз совершенно не осуждаю то, что делает Израиль Я думаю, что Израиль очень помогает по мере возможного И как государство, и люди в частности И мне кажется, что требовать и ждать от Израиля большего Немножечко неправомерно, потому что прежде всего И это говорит даже Арестович в Украине Страна должна облисти интересы своих граждан И было бы неправомерно, чтобы Израиль подставлял своих людей В пользу других, как бы цинично это ни звучало Сейчас очень многие, даже очень известные россияне Приезжают в Израиль, я бы сказала, пересидеть, да? Дождаться неизвестно чего, правда, но тем не менее Успеть до закрытия железного занавеса Как ты к этому относишься? Я не считаю, что человек приехал и должен жить только там, где На самом деле мы просто имеем возможность помочь людям Которые потеряли свою родину Это действительно произошло Я считаю, что возможность получить израильское гражданство А потом жить там, где им удобно Где они могут зарабатывать себе на жизнь Потому что на Израиле особо не заработаешь литературой И всеми этими концертными турами Я считаю, что это абсолютно нормально У меня нет какого-то к ним, как сказать А вот приехали, сейчас возьмут наши деньги и уедут Ну это смешно Израиль создан для того, чтобы дать возможность евреям спастись от беды Это то, что сейчас происходит У нас сейчас много новых репатриантов, слава богу Или наоборот, из Украины Да, это тот случай, когда одновременно Слава богу и не слава богу И вот у нас есть возможность как бы С первых уст узнать, что, как, почему Я всегда, честно говоря, у евреев спрашиваю Но, может быть, они совсем относятся к нынешней ситуации Хотя и относятся А почему в таком случае так поздно? Я плохой еврей Я неправильный еврей Я не иудей, то есть в том смысле неудоист Я не религиозный человек Для меня идеи сионизма никогда не были важными Я не планировал свою жизнь в Израиле Я ни о чем об этом почти не думал Я думал только о том, что здесь я могу провести остаток своих дней Когда не смогу зарабатывать в Киеве Как бы цинично это ни звучало, но это правда И речь идет уже не об остатке дней А о попытке немолодого человека Без профессии, которая вот здесь была бы актуальной Устроить свою жизнь Потому что в Украине эта жизнь стала невозможной совершенно Почему? По двум причинам Во-первых, я думаю, что эта война очень надолго К сожалению Во-вторых, то, чем я занимался в Украине Стало абсолютно не нужно Культурная журналистика сейчас в Украине, в Киеве не нужна По понятным причинам Журналистика вообще безусловно нужна Публицистика нужна Все, что относится к политике К социальным каким-то вещам К войне нужно А вот культура в загоне Когда пушки говорят, музы помалкивают Вот И то, что я решил сюда приехать Это было спонтанное совершенно решение И не потому, что здесь медом намазано Вот и молочные реки, кисельные берега А потому, что действительно там вариантов нет А про варианты здесь я еще не знаю В принципе, это нормально, что люди бегут Тогда, когда их жизни угрожает опасность И что они хотят вернуться домой Тогда, когда эта опасность уходит или уменьшается А если представить, что это мои близкие Находятся в ситуации Когда у них война Или когда государство напало на другую государство И понятно, что никакой хорошей жизни В ближайшее время там не будет То да, я хочу, чтобы у моих близких Была возможность прибежать и пересидеть Или остаться, как уже они захотят Поэтому я отношусь к этому с пониманием Хотя есть вопросы У меня нет ответа однозначно на этот вопрос Но я могу сказать совершенно точно Что я не осуждаю это Огромное спасибо добрым евреям Потому что Как бы я ни относился Ко всему этому Каким бы безродным космополитом Я себя не чувствовал Но это то Что отличает этот народ От многих других Евреи Всегда помогают своим Никогда своих не бросают Это исключительная черта На мой взгляд Уже почему она так сформировалась В общем, тоже вопрос риторический Но благодарность моя безмерна Субтитры создавал DimaTorzok 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 Горячий воздух растворит законы перспективы Но я готов в любой момент вам угадать наскор В окошке профиль золотой и веточку оливы И там за грудами домов синеющей простор Нам эта улица видна От края до края И от безумия ее То мудрость ее То ведь карманная зенит То музыка играет То память держит за руках То свищет забыть ее То память держит за руках То свищет забыть ее